Как вести себя при чрезвычайных ситуациях, когда от каждого шага и действия зависит жизнь человека? В медколледже провели тренировку по эвакуации во время пожара. Ребятам провели инструктаж и разъяснили правила поведения в таких ситуациях. Георгий Запаров с подробностями. Вот так по тревоге закончилась лекция у второкурсников медколледжа. По сценарию замкнула проводка на втором этаже. В дыму уже весь коридор. Счет идет даже не на минуты, а на секунды. В такой стрессовой ситуации студенты должны сохранить спокойствие, не паниковать и соблюдать правила. Чтобы строго придерживаться плана эвакуации, тренировку проводят четыре раза в год. По статистике при пожарах 80% жертв умирают именно от угарного газа. Из них 70% в первые пять минут с момента возгорания. Поэтому, говорят специалисты, так важно отрабатывать эвакуацию. В случае ЧС терять драгоценное время нельзя. В этот раз студенты и преподаватели с задачей справились. Но недочеты все же есть. Мы иногда ломим себя на мысли, все ли мы правильно сделали. К сожалению, я могу сказать, далеко не все. Но для этого мы проводим и тренировку, чтобы те ошибки, которые мы выявляем, не носили системный характер. Так же, как и сегодня, мы подведем итоги. Выслушаем всех участников сегодняшней учебной тренировки. В ноябре глава республики Сергей Миняйло поручил антитеррористическому комитету проводить в образовательных учреждениях методические занятия с инструкторами и сделать акцент на террористическую и пожарную безопасность. Данное занятие проводится и на территории муниципальных образований с приглашением территориальных органов Росгвардии, МВД, ФСБ, представители которых сегодня также присутствуют и поделятся с нами своими видениями в этих ситуациях, поделятся с нами опытом. Учебно-методические тренировки будут проводить и в следующем году во всех учебных заведениях республики. Профилактика террористической и пожарной безопасности должна стать неотъемлемой частью учебного процесса. Георгий Запаров, Александр Каджаев, Алан Суанов. Новости Осетии.